Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В Кировской области повышают и зарплаты так называемых указных категорий работников бюджетной сферы на 3%. По словам чиновников, поддержали доходы жителей на прежнем уровне. В прошлом году социальные выплаты не слишком продолжительный локдаун, субсидии бизнесу, которые в большей степени пошли на зарплаты, и дополнительные выплаты медикам и соцработникам за работу с коронавирусом. Власти ожидают, что и в следующем году зарплаты кировчан будут расти на 4%. А вот для тех, кто работает в бизнесе, прогнозы не обещают и такого роста. В конце года Центр стратегических разработок предупредил о снижении зарплат на 11%. Объясняет он пессимистичные прогнозы тем, что предприниматели будут вынуждены экономить из-за падения выручки и спроса. По расчетам аналитиков, выручка компаний снизится до 86% от докризисного уровня. Операционная прибыль до 88%, спрос до 90%. Что касается уровня зарплаты, Кировстад сообщает, что сейчас средняя номинальная начисленная зарплата в нашем регионе около 32 тысяч. Она выросла почти на 7% по сравнению с 2019 годом, несмотря на пандемию. Средняя зарплата по стране 50 тысяч. Хотя реальные зарплаты в Кировской области уже несколько лет снижаются, траты будут только расти. С середины 2021 года вырастут на 4% тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Инфляция ожидается по итогам года на уровне 4%, так что расти будут и другие цены. Кроме того, нужно будет расплачиваться по кредитам. Высокая закредитованность граждан вывела Кировскую область на второе место в стране по этому показателю. По данным Национального бюро кредитных историй, она сейчас составляет 30%, с апреля прибавилось 3%. Лидер Амурская область, там цифра приближается к 32%. Средний по стране уровень закредитованности 25%. Эксперты отмечают, что за последние полгода он вырос почти во всех регионах, несмотря на политику банков по снижению выдачи розничных кредитов. По мнению некоторых специалистов, сказалась программа льготной ипотеки, которая подтолкнула многие семьи к тому, чтобы взвалить на себя такую нагрузку. В начале года стало известно, что не зря работают пенсионеры. Им собираются снова индексировать пенсии, иначе будет нарушена конституция в новой ее редакции. Президент поручил правительству до февраля представить предложение по индексации. Экономика. В завершении о курсах валют. Они зафиксированы 31 декабря. Доллары сегодня 73 рубля 88 копеек, евро 9068. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. 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 Программа «Экономика» на 101ФМ.